Они танцуют и радуются так же, как и в 2014-м. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на площади флага десятки людей. Большинство из них – волонтеры, которые продолжают быть частью добровольческого движения и через пять лет после игр. На площади флага сочинцы собрались для того, чтобы заложить капсулу времени с посланием потомкам. Емкость с письмом будущим поколениям заложили возле Олимпийских колец. В памятном мероприятии участвовали и прославленные спортсмены – фигуристы Наталья Забияка и Александр Энберт. Мы часто бываем в Сочи на сборах, но все равно именно приехать сюда на такой праздник, стать частью чего-то такого необычного – это площадь. Да, стать частью закладка капсула времени – это вообще мы это делаем впервые. Это, естественно, очень классно, что через много лет кто-то ее достанет, прочитает что-то. Это здорово. Что написано в послании и кто его писал, осталось тайной. Ее раскроют ровно через 20 лет. Капсулу завещали вскрыть в 2039-м. Зимние игры 2014, безусловно, стали самым ярким событием в истории Сочи. Событием, благодаря которому курорт получил вторую жизнь. Эксперты посчитали, если бы не Олимпийские игры для того, чтобы построить все объекты и инфраструктуру самостоятельно, городу понадобилось бы больше 50 лет. Благодаря подготовке к Олимпийским играм мы не то что получили новый город, мы получили новые возможности. Именно благодаря той инфраструктуре, которая была построена к Олимпийским играм, и той дорожной логистике, которая была построена, тем новым отелям, гостиницам и спортивным базам мы стали совсем другим курортом. Во-первых, мы стали работать круглый год. Во-вторых, мы увеличили почти вдвое количество туристов, которые приезжают к нам. Ну а самое главное – качество услуг. Ведь качество услуг стало значительно лучше. И сегодня многие-многие россияне и европейцы выбирают для отдыха город Сочи. А в Красной Поляне накануне отмечали не только пятилетие и игрной день зимних видов спорта. Кстати, учредили его в стране тоже в честь прошедшей на курорте Олимпиады. Да и появились горнолыжные курорты в Сочи тоже благодаря ей. В этот день подъем на канатной дороге на отметку 960 метров был бесплатным. В горах праздник отметили около двух с половиной тысяч гостей и жителей Сочи. Мы это помним. В Олимпиаду это было столько радости, счастья. Ну, это было просто бомба. Мы посещали практически все мероприятия. Мы были везде. Мы были и на лыжни, и в Олимпийском парке. Мы все видели. Поэтому для нас сегодняшний праздник – это чудо. Это был такой праздник. Радовался весь мир. Мы ехали с финнами рядышком. Люди счастливые. Самым ярким событием праздника в горах стал массовый спуск инструкторов по горнолыжному спорту. Все они держали в руках флаги тех стран, которые пять лет назад участвовали в зимних Олимпийских играх в Сочи. Для Сочи Олимпиада стала, наверное, той точкой, когда город полностью изменился. Он полностью изменился не только потому, что появилась новая инфраструктура. Сейчас в Сочи, наверное, культивируются такие экзотические виды спорта, о которых раньше не думали. То есть сноуборд, фристайл, хоккей, керлинг. Самое главное наследие игр – все объекты, которые были построены пять лет назад, продолжают работать. Стадионы и арены принимают спортивные, культурные и политические события международного масштаба. Горнолыжные курорты – любители покататься со всего мира. Одним словом, город через пять лет после игр продолжает жить с такой же насыщенной жизнью и уверенно смотрит в будущее.